Это аденовские 3Т. Тихо, тепло, темно. И еще один это безопасность. Безопасность женщин в родах базируется на соблюдении неактивации ее неокортекса. И это не только в период поступления женщин в роддом, который сейчас муссируется, пресловутая, где ее не должны расспрашивать о том, как ее зовут, ее адрес, возраст, начало менструации, начало половой жизни, но и во время всего периода родов, который заканчивается рождением последов. И это основная потребность женщины и ребенка в родах. Я это подчеркиваю. Это я вам говорю не даже как мама, но как человек, который регулярно общается профессионально на эту тему с десятками акушерок и доу на пяти континентах. Потому что как только вы тревожите неокортных сражений со своими расспросами, щелканием фотокамеры, хождением рядом, осмотрами, даже пристальным взглядом на женщину, разговорами даже не с ней, но при ней, тем более лезганием инструментов. Все, будьте готовы, что задуманная природа и система родов будет рушиться по принципу домино. И вот тогда могут начаться и кровотечения, и дистоции, и так далее. Именно об этом свидетельствует наш национальный отчет Украины о правах человека в родах по теме медицинских вмешательств в течение родов. Со статистикой от более 3,5 тысяч роженец, подготовленный нами еще двумя организациями. Вот замечательная Алина Дунаевская сегодня у вас присутствует, я уверена. И отчет этот был ею представлен в прошлом году в здании Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Этот отчет будет опубликован на нашем сайте на английском языке в этом месяце и в следующем месяце на русском языке. Потрясающая по значимости книга независимой акушерки из ЮАР Рут Эрхард с предисловием от Мишеля Аудена «Базовые потребности женщины в родах». Она вам в помощь. Я также привожу значимые слова на этот счет моей подруги перинатального психолога Доулы, мамы двоих детей, один рожден дома, участницы телепередач нескольких Анастасии Корченковой из Украины. Говорят, что беременную нельзя обижать, ей нельзя отказывать, а пугать так тем более. А для женщины в родах это важнее в сто раз, ведь беременная имеет время, чтобы оправиться от негативных эмоций, нейтрализовать их. А уроженец-то этого времени нет. Ее эмоции в родах напрямую влияют на процесс. Я бы сказала, что то, как идут роды, в большей степени есть результат эмоций женщины. Поэтому женщину прежде всего надо успокоить, если она напугана и нервничает. Ее надо ободрить и настроить на позитив, если она подавлена. Как можно меньше тревожить ее осмотрами и расспросами. В случае такой необходимости делать это максимально бережно и уважительно, и говорить тихо. Сменить снисходительно приказной тон на теплый, дружеский, сочувствующий. Вообще поменьше говорить, больше улыбаться и повторять. Все идет хорошо. Оставьте при себе свои мысли насчет предполагаемых трудностей и не произносите задумчиво вслух. Что-то у нас медленно идет раскрытие. Поменьше нарушайте ее в покое, не мельтешите перед глазами с лязгающими инструментами в руках. Оставьте ее с мужем одних, если они хотят. Или наоборот, пусть акушерка молча и сочувственно сидит рядом, если у женщины есть такая потребность. Не трогайте женщину во втором периоде. Позвольте принять ей ту позу, которая хочет ее тело. И боже упаси вас приказывать ей, как и когда тужится. Она и сама прекрасно поймет, если до этого момента вела себя спокойно и адекватно. Имейте терпение наблюдать нормальный физиологический процесс во втором периоде родов. Просто будьте рядом, но не мешайте. Позвольте принять малыша папе или самой маме. Не нарушайте комментариями или какими-то действиями с вашей священного момента встречи ребенка и родителей. Не трогайте женщину до полного окончания родов. Естественного рождения последа. Только после этого осмотрите и перерезайте пуповину, если же этого женщина хочет. Что-либо с ребенком делайте только после того, как он сам проснется. Пусть познакомится с матерью и отдохнет после рождения. Вы даже не представляете, насколько бы у вас снизились показатели по патологиям и вмешательствам в родах, если бы вы оказывали у себя в роддоме именно такой прием женщинам. По моему мнению, вообще нужно отказаться от терминов введения беременности и введения родов. Даже с них начинается вот то некорректное и пагубное восприятие женщины врачом, как той, которой следует руководить. Пусть женщины вас ведут. Я вас прошу, врачам следует ввести женщин только на толковые курсы по подготовке к беременности и родам и делиться значимыми книгами и ресурсами, интернет-ресурсами по естественным и радостным родам. Потому что роды – это инстинктивный процесс, который управляется гормонами, а они, в свою очередь, зависят от психологического состояния женщины. Далее узнайте, как бесплатно посмотреть этот вебинар целиком. И, конечно, ставьте лайки, если вам понравилось. Друзья, добра! Мы, две осознанные мамы, Светлана и Ольга, организаторы первого в Рунете социального проекта, который популяризирует естественные роды. Мы пишем авторские статьи, проводим международные онлайн-фестивали, а также активно организуем вебинары, где освещается именно природный немедицинский подход на темы благостного зачатия, естественных родов и осознанного родительства. Вы можете узнать больше о проекте «Чудо в сердце» и получить сразу бесплатный доступ к более чем 100 вебинарам, в которых более 120 экспертов-помощников из 26 стран вдохновляют и служат вам во имя «Чудо рождения» в мире. Для этого нажимайте кнопку, которую вы видите на экране. Станислав Ежелец писал, «Ребенок рождает родители. Мы рождаем новые роды в мире». Приглашаем подписаться на наш канал и посмотреть следующее видео на эту тему. Вдохновение! Ольга Светлана и проект «Чудо в сердце». До встречи!